Сверху установлена сковорода для подогрева семочки. Семочка подогревается до 35-40 градусов. На сковороде установлен мотор-редуктор для постоянного перемешивания семочки. Тены набраны. 4 тены по 1,2 кВт. Автоматическая регулировка температуры установлена в пульте управления. Температура выставляется предварительно с разницей включения-выключения около 10 градусов. На сковороде установлен механический градусник. Показывает визуально температуру прогретой семочки. И теперь мы покажем предварительную настройку станка. Выставляем зазор и будем запускать. На подсолнечнике. Регулируем зазор. Отпускаем контргайку. И промежуточную гайку поджимаем до упора. Пока она не коснется шнека. И теперь отпускаем при запуске на 1,25 оборота назад. Отпустили. И законтрагаиваем. На выходе устанавливаем зазор для выхода жмыха около 5-6 миллиметров между гайкой и последней камерой. И тоже законтрагаиваем. Включаем мотор-редуктор. И включаем основной двигатель на пульте управления. Вращается шнек по часовой стрелке. И сразу начинаем подавать небольшим потоком подсолнечник. Шнек не должен работать в полоску. Он должен чуть-чуть загружен темочкой. Предварительно при запуске первоначальная подача небольшая. Для быстрого запуска станка можно прогреть всю рабочую часть газовой горелкой в течении 2-3 минут, чтобы ускорить запуск. Идет подача подсолнечника. Наблюдаем приемную воронку за тем, чтобы шнек загребал. Шнек не буксовал. Если происходит налипание семочки на шнек, значит можно полсекундный реверс сделать. Так как станок новый, детали еще не притертые. Притираться будет станок только подсолнечником. Поэтому на первой тоне переработки возможно налипание шнека семочкой. Вот мы видим, пошел отжим масла с первой камеры. Через несколько минут прогреется и вторая камера. Пойдет масло с второй камеры. Пойдет масло с первой камеры. Из первой камеры должно быть больше масла. Со второй меньше и в третьей остатки. Если вторая камера отжимает меньше, чем третья, значит очень большой зазор. Можно эту гайку еще поджимать. Тут мы видим, как идет масло из трех камер. Все, станок может работать. Продолжение следует.